Как вы видите, у нас снегу очень много в этом году, это хорошо, но порой работников в ЖКХ у нас населения нет, поэтому приходится самим. Мы вышли специалисты сели с полкома, специалисты хозяйства базового, к супсеньки, школа, совместно убираем, наводим порядок по расчистке снега к местам захоронения, на крыльцо, чтобы подход был к административному зданию. Все дружно отозвались на призыв Александра Григорьевича, что нужно самим участвовать в расчистке снега, не ожидать, когда кто-то придет к нам, почистит. Ну и нашим примером люди, наверное, будут более активно участвовать в расчистке. Субботники у нас постоянно. В течение года мы работаем по благоустройству мест захоронения, по наведению порядка в населенных пунктах, где заброшены пустые участки, где никто не может навести порядок. Мы участвуем, наводим, расчищаем, выкашиваем, обрезаем голье, деревья, чтобы автолавки могли подъехать своими силами, без привлечения бюджетных средств, без посторонних организаций. Ну, потому что это наша земля, людей все меньше и меньше, а парадок надо поддерживать. Сегодня мы активно работаем, ну вот решили выйти на расчистку снега. Скоро памятная дата, 15 февраля. Вот вышли помочь памятник, кроме нас, в принципе, жеста, как уже сказано было, нету здесь. Ну, кто кроме нас? В школе есть волонтерский отряд, пять штук. Все старшие классы помогаем одиноким, проживающим, бабушки, дедушки. Кто-то не одиноко проживает, но не может самостоятельно. Снега в этом году очень много. Сами справиться не могут, но мы помогаем. Конечно, это работает не только в стране, даже в маленькой ячейке общества, в нашем коллективе, чтобы работники знали, что не только могу сесть в кресле и давать указания какие-то и приказы, и подписи ставить целый день. Я еще могу и работать. Ничто не облагораживает человека лучше, чем труд, поэтому своим примером показываем. Субботники, акции, все в первых рядах.